Россия вступает в 21 век. Здравствуйте! Сегодня Россия вступает в 21 век. Позволительно ли историку говорить о 21 веке? Ведь этот период истории еще не завершен. Ну как же, всем можно, а нам нельзя. У историка тоже есть свой взгляд на текущие события, на тот период, который уже становится историческим, первые годы 21 века становятся историческими, и хочется взглянуть дальше. У историка свой взгляд. Взгляд, основанный на его исследовательском опыте. И когда историк выходит из кабинета, он, как гражданин России, может участвовать в общественной жизни, заниматься национальным спортом, спорить о том, Путин хороший или Путин плох, как и все. Но, как исследователь, он должен посмотреть на события, что ли, в исторической перспективе, сверху немножечко. И этот взгляд должен отличаться. Дело ведь не только в Путине, Медведеве, в оппозиции. Дело в проблемах, которые стоят перед страной. Проблемы эти возникли не сегодня, проблемы эти завтра не исчезнут. Исторический процесс противоречив в том смысле, что есть одна сторона и другая сторона у каждого явления. И не нужно об этом забывать, даже если что-то возмущает, и не нужно об этом забывать, даже если что-то нравится. 2000 год был достаточно тяжелым переломом для России. Мы помним, только что закончился острый финансовый кризис, который повлек за собой политическую чехарду. Вообще, достаточно тяжелая перестройка завершается экономических, социальных отношений. И когда-то она должна была завершиться. Вот эта определенная точка покоя, которая настала в 2000 году, сама по себе уже способствовала какому-то экономическому росту. Страна достигла дна, значит, дальше пусть медленно, но вверх или быстро, но вверх, как получится. Когда определяются правила игры, это всегда на некоторое время дает импульс развития. Стабилизация, короткая стабилизация дает импульс развития. Но из советской истории мы помним, из более ранней истории мы помним, что длительная стабилизация оборачивается костенением. И это тоже очень важно. Первые меры, как это часто бывало с периодами стабилизации, первые меры были достаточно динамичны в период правления Путина. Принимается налоговый кодекс, плоская шкала налогов. Это вызывает энтузиазм не только в среде бизнеса, но и участие средних слоев. Принимается трудовой кодекс, принимается гражданский кодекс. То есть идет какая-то попытка упорядочивания тех правил, которые есть. Заработают эти правила или нет? Другой вопрос, потому что мы всегда должны помнить, есть право, а есть правоприменительная практика, есть реальные социальные отношения. Но в 2000, 2001, 2002 году реализовывались те меры, которые уже давно назрели, за которые выступали и раньше, которые готовились раньше. Плоская шкала налогов, идей, за которые выступали младые реформаторы. Трудовой кодекс готовился российскими профсоюзами. И вот был достигнут определенный консенсус, который выразился даже в том, что наконец удалось согласовать гимн, герб, символику страны. Этот консенсус способствовал росту экономических показателей, тем более, что экономическая конъюнктура оказалась очень благоприятной. Цены на энергоносители стали стремительно расти. Рост ВВП в 2000 году составил 10%, в 2005 – 6,5%. Вообще, за первое десятилетие ВВП вырос на 97%. Правда, есть и тревожный сигнал. Промышленные показатели выросли только на 47%. То есть, значительная часть этого роста была не за счет промышленности, уж, конечно, не за счет сельскохозяйственного производства, а за счет каких-то сервисных, финансовых услуг. Это не очень устойчивая сфера. Особенно если учесть, что наша страна не относилась к числу лидеров технического прогресса, вступающих в постиндустриальное общество. Историки будущего, конечно, будут спорить и по поводу статистики этого периода. Нет никакого сомнения, что рост был быстрым, что источники его во многом связаны с внешнеэкономической конъюнктурой. Но какой точно был этот рост или каково было падение, когда в 2008 году начался мировой экономический кризис, это предметы споров, потому что сама статистика сегодняшняя тоже вызывает определенные споры. Если она привязана к рублю, очень важно понять, какова инфляция. Существует официальная инфляция, существует инфляция, которую мы видим в магазинах. Думаю, здесь историкам будущего будет много еще что необходимо исследовать. Рост доходов государства привел к очень важному последствию. Удалось значительно снизить внешний долг. В 1999 году он составлял 143,9 миллиарда долларов. Считайте, 144. В 2007 он снизился до 50,1 миллиард. Это существенное очень снижение. Золотовалютные резервы России в 2006 году достигли 240 миллиардов долларов. Хорошая подушка. Критики много говорили о том, что надо бы использовать эти средства как-то внутри страны. На строительство инфраструктуры, на борьбу с бедностью, на то, чтобы предотвратить развал социального государства, институтов здравоохранения, образования. И эта критика возобладала в какой-то степени. И эта критика дала свои результаты. Действительно, значительные вложения пошли в дорожное строительство. Тут, правда, выяснилась тоже оборотная сторона. Общество заговорило о коррупции. Общество заговорило о неэффективности этих вложений. Мы видим, что не всегда дороги, которые только что построены, дальше нормально служат людям, потому что иногда они тут же стремительно начинают разрушаться. Обсуждаются цены на эти стройки, сравниваются с западными расценками. Не всегда в пользу России. Откуда взялась эта системная коррупция, о которой так много говорят? Откуда взялась коррупция в высших эшелонах власти, которые тоже не скрывают уже и само государство, открывая крупные коррупционные процессы и в области Рособоронсервиса, ГЛОНАСС, ОТЭС. Мы все это слышим. Но мы должны понять не то, кто конкретно виноват, и записать имена этих чиновников. Это не задача историка. Задача историка понять, а причина-то в чем? В чем причина? Причина – оборотная сторона все той же стабилизации. Так же, как в период брежневского правления, как мы помним, стабилизация кадров способствовала коррупционным явлениям. Так же и сегодня складывание консолидированного правящего класса, менее гетерогенного, как в 90-е годы, значит, менее плюралистичного, более спаянного, в том числе и круговой порукой, конечно, содействует коррупции. А как же? Но если в брежневские времена коррупционер мог построить себе, например, дачу, то сегодня, когда бизнес и чиновничество переплетены, открываются иногда безграничные возможности, потому что можно вкладывать деньги в крупный бизнес. Сложилась и складывалась, конечно, уже и в 90-е годы, сложилась система сращивания крупного бизнеса и кланов чиновничества. И пока это будет существовать, и это будет воспроизводиться не только на верхнем уровне, но и на всех уровнях, у нас, как у простых граждан, естественно, будут возникать проблемы. Если в 90-е годы, сталкиваясь с проблемами, гражданин мог пожаловаться на чиновника, его конкуренту по политической борьбе, прийти в независимую газету, которая подняла шум, а чиновники боялись этого шума, в 90-е годы, они составляли сводки, кто нас покритиковал, в каких газетах кто похвалил, и не дойдет ли это до самого, то сегодня независимые медиа уже не играют такой роли. Мы помним события 2001 года, борьбу вокруг телевидения. Еще один тревожный симптом нашего времени, симптом такой стабилизации политической, стабилизации социальной, это сращивание правоохранительных органов и судебной системы, обсуждается, есть ли у нас, в какой степени существует независимый суд, всегда ли практика правоприменения соответствует нормам закона. Все это будет, естественно, анализироваться и будущими историками. Но корень процесса в этой противоречивости стабилизации. С одной стороны, общество действительно устало от потрясений 80-90-х годов. С другой стороны, если вы подмораживаете гниющий фрукт, вы ведь не останавливаете гниение, вы замедляете темп, может быть, а может быть, потом этот темп окажется и больше, чем вам бы хотелось. Рано или поздно фрукт нужно разморозить. Стабилизация в этой ситуации, это движение все-таки не вверх и вперед, это движение назад и вниз. И рано или поздно должны происходить какие-то преобразования, а не их имитация, как часто бывает в нашей ситуации. Да, какие-то преобразования все время происходят. У нас избираются губернаторы. С 2004 года введен порядок, когда губернаторы назначаются законодательными собраниями по представлению президента. Сколько говорилось, какой-то хороший принцип. И как мы все радовались, что, наконец, у нас будут назначаемые губернаторы. Но затем выяснилось, что это все-таки не очень хорошая идея, и губернаторы снова избираются. Когда существует такой маятник, мы понимаем, что тоже здесь либо какая-то непродуманность, либо какое-то маневрирование, какое-то изменение правил игры в зависимости от хода самой игры. У нас в 2005 году был взят курс на сокращение числа партий. И тоже некоторые люди, уже запутавшиеся в обилии этих партий, ощущали, что, ну вот, наконец, все будет понятно, будет 2-3 партии с принципиально разными программами. Хотели как лучше, но получилось как обычно. В 2001 году была создана основная партия, которая пользовалась поддержкой руководства страны. Путем объединения единства и отечества всей России была создана партия «Единая Россия». В 2003 году она добилась большого успеха на выборах. В 2007 году было объявлено, что она получила большинство в Государственной Думе. В 2011 году значительная часть общества уже открыто обсуждала, что выборы проходят как-то не так. Это вызвало возмущение и даже подъем общественного движения. Будущие историки, конечно, разберутся, какую роль в электоральной машине играют вбросы, административные ресурсы и так далее. Мы должны, конечно, помнить, что это началось не сегодня. Хотя, конечно, процесс продолжается, углубляется. Но нельзя забывать, политическая жизнь не сводится к числу зарегистрированных партий, тем более, что иногда не очень понятно, в чем их курс отличается одна от другой. У них явно есть какие-то рамки, за которые они не могут выходить, если они зарегистрированы. В 2011 году под давлением общественных протестов был взят новый курс на расширение числа партий, был облегчен вроде бы порядок регистрации. На практике это не всегда так, конечно. Если кто-то приходит совсем уж с улицы с какой-то партией, с какими-то сторонниками, не всегда удается зарегистрироваться. Вот приведу такой забавный пример. Есть такая пиратская партия России, по всей Европе есть пиратские партии, которая попыталась зарегистрироваться, просто придя в Минюст с оформленными по закону документами. Но очень интересный ответ последовал. Пиратство – это разбой на морях, поэтому в России не будет никакой пиратской партии. Ну как же, а как же закон, там нет такого ограничения. Ну докажите, что мы занимаемся разбоем на морях, а не борьбой за свободу в интернете. Но если чиновники приняли решение, они уже не утруждают себя аргументами. Итак, мы получили общественную систему, которая, с одной стороны, унаследовала от предыдущего периода периферийный характер развития капитализма, очень тесную связь бюджета с конъюнктурой цен на сырьевые ресурсы. Нефть и газ составляют 60% экспорта России и 50% бюджета. Позитивная конъюнктура, которая сохранялась до 2008 года, позволила обеспечить консолидацию правящего класса, стабилизацию политической системы. Что греха таить, усилились некоторые авторитарные тенденции в развитии общества. Хотя спор продолжается, каким является эта политическая система, является ли эта система авторитарной или демократической, суверенной демократии, управляемой демократией. Думаю, что историкам будущего здесь тоже будет что обсудить. Особенно, когда мы сможем почитать архивы, почитать мемуары тех политических деятелей, которые рано или поздно уйдут на покой и расскажут нам с той же откровенностью о политической механике современной, как откровенно об этом рассказывали деятели 80-90-х годов. Перспективы России в ее экономическом развитии во многом связаны с этими тенденциями. Начинается большой поход на восток и на север за ресурсами. С легкой руки Чубайса мы понимаем, что живем в великой энергетической державе. Некоторые говорят в большом сырьевом придатке. Но, в принципе, это разные наименования одного и того же явления. Но я должен сказать, что все-таки наша страна сидит не только на нефти и газе. Не будем забывать, что сохраняется военно-промышленный комплекс, унаследованный, не до конца разрушенный, унаследованный от Советского Союза. Не все, правда, ладно и там, и в космической области. Мы знаем, что не все ракеты, которые взлетают, не все они летят дальше. В нашей стране сохраняет конкурентоспособность и металлургия, и ряд других промышленных отраслей. Также, в силу того, что у нас пока сохраняется относительно квалифицированная рабочая сила, Россия сохраняет позиции в качестве сборочного цеха для зарубежных корпораций. Но, с другой стороны, хотя движение вниз еще, видимо, не до конца остановлено, но есть шанс. Но не все еще потеряно. Сохраняются инженерные кадры, хотя существует и утечка мозгов, как мы говорили. Шире можно говорить о том, что сохраняется все-таки вот этот постсоветский интеллектуальный слой, который опирается все-таки еще на рациональную школу, полученную в наследство тоже от советских времен. Конечно, культура, средства массовой информации не очень способствует консолидации вот этого рационального знания. Когда мы включаем телевидение, переключаем каналы, мы много узнаем об инопланетянах, об экстрасенсах. Общество развлекается, оно имеет на это право, но, к сожалению, мы очень много сейчас теряем по части рационального знания. И в том числе мы, прежде всего, теряем людей, мы теряем будущее поколение. Но и здесь есть определенные шансы. Здесь есть определенные шансы, потому что, если человек хочет, то перед ним открыты широкие возможности. Так же, как кроме официальной зарегистрированной политики существует довольно широкий спектр общественных движений, так же и кроме телевизионных каналов существует пространство интернета. И в этом пространстве есть все. В этом пространстве есть и инопланетяне, и экстрасенсы. Но в этом пространстве облегчен доступ и к научному знанию. И тот, кто ищет, тот может всегда найти то, что ему нужно. Если в советское время нам часто приходилось с огромным трудом находить информацию, то сегодня найти информацию при определенных навыках и подготовке можно без большого труда. Внешняя политика России теснейшим образом связана с нашими внутренними процессами и теми, о которых я говорил, и с какими-то другими, о которых будут говорить историки в будущем. С одной стороны, мы интегрированы в мировое экономическое развитие, причем в определенные позиции, которые очень трудно изменить. С другой стороны, Россия имеет потенциал, научный потенциал пока, инженерно-технический потенциал для того, чтобы двигаться в будущее более решительными темпами. Но для этого нужны социальные преобразования. Социальные преобразования всегда ведут к размежеванию в обществе. И можно понять опасения элит по этому поводу, особенно после опыта 80-90-х годов. У народа нет перспективы без преобразований, но сами преобразования несут в себе угрозу разрушения, разрушения государственных структур, болезненной трансформации социальных структур. В то же время мир подталкивает нас к тому, что нужно что-то делать. И здесь прежде всего мы должны сказать о кризисе 2008 года. Кризису 2008 года в нашей стране предшествовали политические изменения. В марте 2008 года президентом был избран Дмитрий Анатольевич Медведев. Владимир Владимирович Путин стал председателем правительства. Результаты этих выборов, как все понимали, были предопределены уже в декабре 2007 года, когда Дмитрий Анатольевич был рекомендован на эту должность. И особенных перемен в политическом курсе не ожидалось, хотя лицо власти изменилось. Была объявлена перезагрузка в отношениях с Соединенными Штатами. Правда, произошел забавный эпизод, очень символичный. Госсекретарь США Клинтон принесла на встречу с Лавровым кнопку, где должно было быть написано по-русски «перезагрузка», но там была написана «перегрузка». Они ошиблись и оказались правы. Отношения с внешним миром не зависят от добрых или злых намерений отдельных людей. Есть интересы. Эти интересы связаны с определенным противостоянием, с одной стороны, с взаимозависимостью с другой. Россия претендует на особую роль на постсоветском пространстве. Это связано и с нашими энергетическими планами, с транзитом энергоресурсов. Это связано и с нашей теснейшей культурной связью с этим регионом. Россия стремится укреплять таможенный союз, евразийский союз, союз Белоруссии и России, союзное государство, как это называется, как ядро этого союза. Это с одной стороны. С другой стороны, дружба дружбой, но табачок врозь. Все время происходят какие-то торговые войны. От торговых войн страдают, естественно, обычные люди. Или там от газовых войн, от конфликтов политиков. И обычные люди не понимают, как же так. Ну мы братские народы, что случилось? Но есть экономические интересы. В свое время говорили то, что хорошо для General Motors, то хорошо для Соединенных Штатов Америки. Пожалуй, сегодня это можно перефразировать, говоря о наших крупных транснациональных корпорациях. Российское руководство не может игнорировать их интересы, даже если это раскалывает постсоветское пространство. В то же время Россия пытается быть арбитром в острых конфликтах, которые унаследованы нами с 90-х годов. Достаточно вспомнить конфликт Грузии с Абхазией и Южной Осетией. В 2008 году наше участие в этом конфликте, наша попытка как-то урегулировать этот конфликт, привела к вовлечению России в военные действия против Грузии, успешные военные действия. Попытка нападения грузинских войск на Цхинвале привела к мощному ответному удару. Но в то же время это вызвало достаточно серьезную напряженность в отношениях России и с западными партнерами. Можно сказать, ну, наверное, это и хорошо. В конце концов, нужно ставить иногда западных партнеров на место. Действительно, вот в 99-м году еще при Ельцине наши войска очень эффектно вошли в Приштину, в Косово, и Россия показала, что она претендует на роль арбитра и в этих сложных балканских отношениях. Но, с другой стороны, рано или поздно приходится уступать. В 2001 году были выведены наши базы с Кубы, из Вьетнама, затем из Боснии, затем вот этот эффектный приштинский вояж тоже кончился выводом нашего контингента из Косово. Проблемы в Косово, к сожалению, сохраняются. Россия в этот период уходила, и уходила по понятным причинам. Соединенные Штаты Америки, хотя и являются очень неудобным партнером и часто игнорируют интересы России, достаточно вспомнить о противоракетной обороне, которую они выстраивают в Европе, не считаясь с опасениями России в этом отношении, и, кстати говоря, не считаясь со всей логикой самой идеи запрета ПРО, которая была важнейшим элементом разрядки в прошлом. Но что Россия может противопоставить? Она отводила свои силы в начале 21 века, отводила свои аванпосты. Россия пришла в ВТО, хотя идут большие споры по поводу того, выгодно этой нашей экономике или не выгодно. Я думаю, историки в будущем подведут тут итоги, смогут взвесить все за и против. Но если вы уже оказались в положении державы периферийного капитализма, то ваши возможности спорить с центром этой системы, они очень ограничены. Нельзя забывать об этом, в том числе, когда наши патриоты критикуют руководство страны за большие уступки. Но нужно понимать, да, таково положение этого руководства. И не всегда, когда оно говорит патриотические речи, оно так думает на самом деле. Наша политика на Кавказе теснейшим образом связана и с нашими собственными проблемами на Кавказе. Эффектное, удачное начало новой Кавказской войны в 99-2000 годах привело к менее, может быть, драматичному и к такому вяло текущему продолжению. С одной стороны, удалось наладить диалог с частью чеченской элиты. Это напоминает и политику России на Кавказе в XIX веке. Это напоминает, кстати, некоторые сюжеты, о которых мы говорили в связи с Восточной Европой. Помните, Яна Шкадр, который был участником оппозиционного движения, возглавил Венгрию. Эти политические приемы, этот исторический опыт не забыт, он используется. В 2000 году руководителем администрации Чечни был назначен выдающийся религиозный деятель и активный участник антироссийского сопротивления в прошлом Ахмад Кадыров. И эта группа элиты, которая пошла на союз с Россией, затем в значительной степени и контролировала Чечню. Здесь произошел определенный раздел полномочий, сфер влияния. Эти чеченские элиты получили возможности для участия в общероссийских процессах. И это тоже был важный выбор, который не был, разумеется, одобрен теми силами, которые продолжали боевые действия. Ахмад Кадыров погиб в результате террористического акта, но дело его живет. В то же время сама война не закончилась, к сожалению. Она как бы расползлась географически. Сегодня мы часто слышим сообщения из Дагестана о так называемых спецоперациях. И мы помним опыт 90-х годов. Если война продолжается, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, есть какие-то интересы внутри России, которые способствуют продолжению этого конфликта. Есть какие-то социальные проблемы, которые заставляют молодых людей брать оружие, уходить в горы. Есть какие-то очень сложные и трагические проблемы, которые, с одной стороны, заставляют людей взрывать себя, страшное явление терроризма, шахидского долга, причем убивать тоже простых людей. Россия пережила несколько террористических актов, которые держали всю страну в напряжении. Вспомним Дубровку, Октябрьский теракт в Москве 2002 года. Вспомним Беслан, эти три дня, которые тоже погрузили всю страну в оцепенение. Когда происходили эти события, события столь же жуткие, сколь и бессмысленные. Потому что, как показал опыт этих терактов, и как показал опыт и других терактов, происходивших и в Москве, и на Кавказе, и в других городах, это тупиковый путь. Он не ведет ни к прекращению войны, ни к уступкам со стороны российской власти, потому что непонятно, как возможно добиться этих уступок. В то же время, все эти проблемы теснейшим образом связаны с более широкой проблематикой межнациональных этнокультурных отношений в России. Взаимодействие цивилизации, не скажу конфликции, цивилизации, взаимодействие, но взаимодействие сложное, противоречивое, переплетается с нарастанием социальных проблем. И возникает здесь тоже интересный эффект, особенно остро проявившийся в последние годы. Вспомним здесь Бирюлева, когда нарастание социальных проблем находит выход не в борьбе за социальные права, а в ксенофобии, в попытке найти причину в пришлых людях из других регионов, часто, кстати говоря, из российских регионов. И таким образом люди, вместо того, чтобы отстаивать свои социальные права и решать проблемы системно, атакуют тех, от кого решение этих проблем практически не зависит. Иногда это вызывает отпор власти, иногда это вызывает даже поддержку какой-то части чиновничества. Но сама по себе тенденция достаточно тревожная, если рассмотреть ее в долгосрочной перспективе. Создание какой-то моноэтничной общности в Российской Федерации невозможно, потому что немедленно поведет за собой распад страны. И тема распада страны, которая звучала в 90-е годы, звучит и сегодня под новым углом зрения. Интересно подумать о том, существовала ли угроза распада страны к началу 21 века, если бы экономическая конъюнктура оказалась другой, если бы глобальные рынки развивались иначе, и у государства по-прежнему не было бы нефтегазовых ресурсов, произошел бы распад страны или нет. Полагаю, что такой угрозы для России в целом не существовало. И не только потому, что люди уже убедились, распад большого государства не решает проблемы, а усугубляет их. Пример Советского Союза был перед глазами. Но и потому, что для серьезного распада необходимы серьезные противоречия между регионами. А какие противоречия серьезные между Рязанью и Челябинском? И даже, скажем, шире и с Дальним Востоком? А вот если возникают противоречия, замешанные на межнациональной розни, то здесь мы знаем самые трагические примеры не просто распада, не просто ухода бывших колоний. Но если страны тесным образом переплетены, это показал уже и чеченский конфликт. Само разделение становится крайне болезненным. Оно ведет к вооруженным конфликтам за территорию. А территории-то этой в России становится все меньше. Мы этого не замечаем. Территория Российской Федерации, границы которой, если не считать очень таких микроскопических уступок к Китаю в ходе разделения границ, территория Российской Федерации, пригодная для проживания, сокращается. Сокращается из-за экологических проблем. И размеры этого сокращения существенны. Порядка 15% территории Российской Федерации, которая раньше была пригодна для проживания, теперь непригодна для проживания. Потому что происходят разливы нефти, потому что от Советского Союза мы унаследовали зону радиоактивного заражения. Сегодня большие надежды возлагаются на безопасную атомную энергетику. Вот так же мы верили в безопасную атомную энергетику и в период Советского Союза. Но эта вера оказалась, скажем так, мягко говоря, не вполне оправданной. Сегодня, когда технологическая дисциплина достаточно низка, что мы видим, скажем, по космической отрасли, я бы тоже не стал особенно обольщаться по поводу безопасной атомной энергетики. Но существуют и другие технологически опасные проекты, которые грозят разливами нефти и в местах проживания людей, людей, что приведет неизбежно к их отселению. Повышаются угрозы и на территориях, где населения мало, но на территориях, которые важны для природы всего человечества. Прежде всего речь идет, конечно, об Арктике. И развивая те или иные технологии, расширяя наш энергетический комплекс, нельзя забывать о том, что территория Российской Федерации пусть и обширна, но не безгранична, потому что значительная ее часть пока технологически не приспособлена для нормальной жизни людей. Может быть, в далеком будущем, когда удастся восстановить ту инфраструктуру, которая была заложена Советским Союзом, когда изменится сама технологическая основа транспорта, жилища. Может быть, Сибирь будет населена так же, как европейская часть России, но пока это резерв, и резерв, которым надо пользоваться очень осторожно, чтобы будущие поколения не стали проклинать нынешнюю эпоху. Таким образом, мы переходим к будущему. Каковы здесь возможны сценарии развития? Они зависят от противоречивости нашего времени. Если будут углубляться кризисные тенденции современности, то проблема распада страны актуализируется, но с новой плоскости. Если будут развиваться негативные процессы, о которых и я говорил, и о которых много говорят и другие авторы, то возможны и самые негативные сценарии. Речь может идти о попытках раздела России, потому что Россия – это обладатель огромных энергетических, природных ресурсов, ресурсов в том числе чистой воды, например, то, что может оказаться очень важным, сельскохозяйственных территорий, которые не задействованы. И если станет ясно, что наша экономика в силу ее однобокости, в силу ее низкой технологичности не сможет осваивать эти ресурсы, то могут найтись другие желающие, в том числе лучше оснащенные и в военном отношении. Ибо современная армия – это армия высокотехнологичная, это не армия большого войска, это армия компактных соединений, это армия космических группировок. И в зависимости от того, как будет сохраняться и развиваться или не будет сохраняться и развиваться наша наука, наша технологическая культура, наша культура социальных технологий, от этого зависит, удастся ли нам исправить положение в этой сфере или не удастся. От затрат на оборону это зависит в меньшей степени, чем, например, от положения в Академии наук. Вот скажем, удар по Академии наук, удар по академическим институтам, отъем собственности, столь привычный в наше время, это в то же время и удар по обороноспособности, потому что технологические достижения, они не могут делиться на военные и невоенные. И если будет потеряна технологическая культура, то это неизбежно скажется на обороноспособности. Об этих связях не всегда думают, но ведь нужно думать и на перспективу, ведь наука не стоит на месте, нельзя просто воспроизводить то, что есть. Необходимо создавать новые прорывные направления, необходимо создавать ту среду, в которой будут проявляться способности того, что сейчас часто называют креативный класс. Но давайте задумаемся над тем, что такое креативный класс. Вот когда произошел подъем общественных движений декабря 2011-го, историки скажут точнее, но, видимо, до 2013-го года, затем наступил некоторый спад, этот подъем ассоциировался с креативным классом. Но в действительности на улицы вышли в большинстве своем средние слои, а средние слои нашего российского общества, они не всегда креативны. Люди отстаивали свои гражданские интересы, это делает им честь. Людям надоела эта консолидация власти, связанная с коррупцией, с произволом, это тоже понятно. Но лидеры этого движения предложили нам не какие-то новые креативные идеи, идеи будущего, они предложили одни, одна часть возвращения в 90-е годы, другая часть идеи националистические, часто замешанные на ксенофобии. Были и левые движения, вот левый фронт, который подвергся затем такому жесткому прессингу, можно сказать, особенно после событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Здесь историкам еще тоже предстоит дать оценку о причинах этих событий и, главное, об их последствиях в эволюции нашей политической системы в целом. Но так или иначе, это движение оказалось изолированным, оно не смогло, во всяком случае, публично, достаточно широко распространить программу действий, программу преобразований, которая вызвала бы энтузиазм в стране, энтузиазм широких масс. Часть лидеров этого движения вообще была чужда социальной проблематике, а без социальной проблематики движение вперед невозможно. Без социальной проблематики в центре внимания людей остаются проблемы межэтнических противоречий, которые чреваты межэтническими столкновениями и, в общем-то, откатом в архаику, тем более в условиях мирового экономического кризиса, определенного тупика в развитии всего человечества, который тоже не видит пока здесь перспектив. Может ли Россия стать лидером в выдвижении социальных технологий? То, чем мы достаточно долго славились. Может быть, это было не всегда удачно, но необходимо сегодня и миру, и стране какие-то новые социальные технологии, социальные технологии, которые будут учитывать и передовые технологические тенденции, те же возможности, которые предоставляет интернет. С одной стороны, удобнее, если бы была воспринята идея наука городов, где создавались бы как в очагах будущего условия для научного творчества, для развития реального креативного класса, то есть людей, которые живут в постоянном творческом процессе, которые постоянно развивают и внедряют новые технологии. Технологии инженерные, технологии социальные. Но боюсь, что в условиях современной России со всеми проблемами, о которых мы говорили, это пока идея, ну, скорее, не для этого десятилетия 21 века. Однако очень многое можно делать в сетевом пространстве. И здесь консолидируются субкультуры и общественные, и научные, которые обсуждают новые проблемы, которые сочетают в одном сообществе и задачи выработки идеи, и задачи ее реализации, то, что разделено в индустриальном обществе, где один придумывает, другой реализует, третий хозяин, который управляет и координирует. В современных субкультурах растет начало самоорганизации, и, может быть, в нем надежда, может быть, в нем будущее. Пусть это только ростки нового общества, но мы с вами говорили о том, что и индустриальное общество, и модерн, современность сначала прорастали в виде отдельных ростков, прорастали с трудом через феодальные структуры, через чиновничьи, бюрократические, абсолютистские структуры. В чем-то наша эпоха также является переломным, таким же, может быть, образом. И от того, насколько именно в нашей стране будут развиваться новые социальные технологии, зависит то, сможет ли Россия стать центром притяжения и других соседних стран, и, может быть, восстановить действительно разрушенное в чем-то расчлененное пространство, и вместе с другими народами начать переход к более перспективным социальным отношениям. Либо альтернатива. Альтернатива, увы, печальна. Альтернатива – это движение вниз и назад, это движение к тем проблемам, через которые мы очень болезненно проходили, но мы-то проходили вперед, создавая городскую среду, создавая индустриальную культуру. А сейчас столь же болезненно можно начать откатываться и назад, к архайке, к межнациональной резне, к распаду страны, к превращению страны в поле боя чужих сил. Это тоже бывало в нашей истории. Выбор в какой-то степени зависит ведь не от политиков высшего звена. Они часто ничего не держат в своих руках, хотя кажется, как они могущественны. Выбор зависит от миллионов людей. Выбор в конечном итоге зависит от вас.